Деревянное здание без окон и дверей на Тутаевском шоссе не заметить сложно. Некогда оно было очень популярным среди родителей, проживающих в поселке Норское. Не так давно здесь находилась поликлиника, где обслуживались дети из пяти микрорайонов. Деревянное здание детской районной поликлиники было построено в 1925 году. Сейчас оно находится в разрушенном состоянии и ждет сноса. Трудно поверить, но еще в сентябре месяце здесь работало 4 участковых врача и обслуживалось более 4 тысяч детей. Как рассказывают медработники, здание давно не соответствовало не только санитарным нормам, но и нормам безопасности. Коляски оставались вынуждены доставлять на улице, потому что по этим деревянным ступенькам подняться с ребенком с коляской практически невозможно. И оставить там их негде, потому что буквально через некоторое расстояние там процедурный кабинет, в котором нужно было проводить прививки. Два года назад, говорят врачи, встал острый вопрос о безопасной работе поликлиники. Здание рушилось на глазах. Тогда область выделила другое помещение. На капитальный ремонт первого этажа и средства областного бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Любовь Кромская с маленькой Машей в поликлинику на осмотры ходит каждый месяц. Так что, говорит, сравнивать есть чем. Однозначно лучше, комфортнее, удобно, много места. В прошлой поликлинике даже в очередях абсолютно негде было посидеть, постоять, коляску не занести. Ну, а здесь все для людей, все для маленьких пациентов. Мы очень рады. В первую очередь, отмечают мамочки, в помещении стало намного теплее. Теперь по санитарным нормам прием здоровых и больных детей ведется с разных входов. Есть помещение для оказания неотложной помощи и изолятор в случае инфекционного заболевания. Сегодня проверить работу новой поликлиники приехал заместитель председателя правительства области Ростислав Даниленко. Как отмечают врачи, теперь условия для работы есть, но не хватает персонала. Этот вопрос обещают решить уже в ближайшее время. Брагина, наш северный район, это же быстрорастущий район все-таки. Население прибавляется, естественно, за счет детского населения в первую очередь. Поэтому нагрузка растет с каждым днем. Вот сегодня мы говорили о том, что уже есть смысл задуматься еще об одной ставке врача сюда в поликлинику. Существует дефицит по медицинским сестрам, двух сестер не хватает. Ну, я думаю, что мы попытаемся сейчас решить этот вопрос. Ну, а в остальном, вы, наверное, сами видите, стало намного лучше, стало уже хорошо. Что касается старого участка, уже сейчас он выставлен на продажу. Как обещают региональные власти, вырученные деньги вновь пойдут на работу социальной сферы. Ну, а в Рыбинске новоселье отмечают уже сами врачи. Молодые рыбинские медработники не верят своему счастью. Теперь, благодаря областной поддержке, у них появилось собственное жилье. Причем абсолютно бесплатно. Квартиры в новостройке, собственная котельная, а рядом детская площадка. Квартиры будут в собственности молодых специалистов, но надо будет выполнить одно условие. Проработать в областной медицине 7 лет. Мы сегодня вложились в наше будущее здравоохранения Ярославской области. Потому что это именно те ребята, которые, им сейчас по 24, максимум 30 лет, это те, которые ближайшие 20-30 лет и будут представлять лицо Ярославского здравоохранения. На стенах обои, на полу линолеум, на кухне плита и газовый котел. Батареи горячие. Джамила Закирова приехала в Ярославль из Башкирии, поступила в медакадемию, а жить поехала в Рыбинск. Мне понравился Ярославль, я обрела много друзей и решила остаться здесь. Но в Ярославле перспектив таких нет. Ближайший регион, где были перспективы, квартира, подъемные молодым специалистам. И я решила, собственно, выбрать Рыбинск. Программа по предоставлению жилья молодым специалистам в сфере здравоохранения будет действовать до 2017 года, а возможно и дольше. В следующем году для них будет построено еще 40 квартир по всей Ярославской области. Светлана Доброхотова, Алексей Николаев, Олег Лушников. День в событиях.